На северо-западе России в республике Карелия особая и уникальная растительность. Но мы хотим вам рассказать о чужеродных инвазивных видах растений, которые проникли в Карелию и, похоже, обосновали здесь надолго. За ними требуется особый контроль. Инвазивные растения сначала расселяются на нарушенных местах обитаниях, но затем могут проникать в естественные сообщества. Сейчас мы на юге Карелии, в поселке Савинова. Вдоль дороги растет недотрога железконосная, родина недотроги западные Гималайи. Это очень красивое растение. В первой трети XIX века ее семена были завезены в ботанические сады Великобритании. Потом они стали распространяться среди садоводов-любителей. Буквально за два десятилетия недотрога адаптировалась к туманному английскому климату и стала расселяться по полуестественным, а потом и по естественным местам обитаниям. После этого началось шествие недотроги сначала по странам Северной и Центральной Европы, а затем и по всему миру. В Карелии недотрога появилась в 80-е годы прошлого века. Первые находки обнаружены в парках Петрозаводска. Сейчас она встречается повсеместно, хотя в северной части республики и к востоку от Онежского озера заметно реже, чем между Онежским озером и границей с Финляндией. Своё характерное название недотрога получила в связи с тем, что созревшие створки крупной коробочки – плода недотроги, даже при лёгком прикосновении с треском сворачиваются спиралью, разбрасывая семена. Дети часто любят помогать этому процессу. На одном растении бывают несколько десятков таких коробочек, которые всегда полны семян, так как недотрога выделяет большое количество нектара, привлекающий опылителей, особенно пчёл и шмелей. Другой, гораздо более опасный вид растений – это борщевик сосновского. Он один из наиболее агрессивных невозимых кружеродных видов России, в том числе и республики Карелия. Естественные места его произрастания – восточная часть Большого Кавказа, Закавказье, Северо-Восток Турции. За высоту стебля до 4 метров и большой размер листьев он отнесён к группе гигантских борщевиков. В Карелии вид впервые зафиксирован в 1991 году в окрестностях деревень Шотезера и Верховье. Встречается по обочинам дорог, окраинам полей, пустырям и на газонах. Расселяясь по территории республики, борщевик агрессивно вытесняет аборигенные виды растений. Борщевик представляет опасности для человека. В его клеточном соке содержатся особые вещества – фуракумарины. В солнечный день, попадая на кожу человека, под воздействием ультрафиолета они приводят к развитию фотохимических ожогов. Плоть до третьей степени. Для борьбы с борщевиком применяют различные методы – ручное и механическое уничтожение, а также использование гербицидов. Уничтожение растений следует начинать ранней весной, в самом начале периода роста, и не прекращать в течение нескольких лет, до тех пор, пока не будут полностью уничтожены все корневища и не прорастут все семена, находящиеся в почве. У борщевика есть биологическая особенность, о которой важно помнить при проведении мероприятий по борьбе с ним. Точка роста растения, которую нужно обязательно уничтожить, находится на 3-5, иногда до 10 см ниже уровня земли. А вот тот инвазивный вид, который точно знает не каждый – роза морщинистая, или просто шиповник, как называют ее местные жители. Сейчас мы находимся в поселке Пряжа, где вдоль дорог и во дворах очень много розы морщинистой. Это красивое растение попало к нам с Дальнего Востока, Китая, Японии и Кореи, поэтому иногда ее называют японской розой или японским шиповником. Плоды шиповника плавучие и легко разносятся водой на большие расстояния. В Карелии она культивируется как декоративное растение уже около века. В последние 30-40 лет широко применяется в озеленении поселений, преимущественно при стихийном озеленении жителями. В настоящее время в Карелии в диком виде изредка встречается на песчаных и каменистых берегах Белого моря, Ладожского и Онежского озер. Но на большие территории шиповник пока не распространился. Но как долго продлится это пока? В соседней с Карелией Финляндии роза морщинистая уже внесена в список вредоносных видов. Запрещена ее продажа, культивирование и ввоз. Кусты будут выкорчевывать в садах, парках, пляжах и на обочинах дорог в ближайшие три года, начиная с 2019-го. Как заявили финские специалисты, роза морщинистая быстро распространяется, в том числе и у берега моря. Ученые уверены в необходимости ведения мониторинга известных мест произрастания инвазивных видов растений. Этим занимаются карельские ученые совместно с финскими специалистами в рамках проекта ДИАС. Карельский научный центр РАН, финский институт окружающей среды и Центр природных ресурсов Финляндии приглашает жителей Карелии помочь им в этой работе. На специальном портале вы можете рассказать и прикрепить фотографии и координаты своей находки инвазивных растений. Присоединяйтесь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова